Первое свидание, первая любовь, первый поцелуй. Ровно 65 лет назад Адиб и Фаузия встретились и полюбили друг друга. Встреча оказалась не случайной. Дружная семья Закировых – яркий пример нынешнему молодому поколению. Сегодня они считают себя самыми счастливыми – дедушкой и бабушкой, троих внуков и семи правнуков. В этом долголетии, все прочее, никакого секрета нет. Просто надо уважать друг друга, считаться с мнением каждого, быть уступчивым. И все зависит от этого. Нельзя допускать никакого упрямства в семейных вопросах, когда обсуждаются семейные проблемы. В День семьи, любви и верности в городском парке собрались супружеские пары, отмечающие юбилей совместной жизни – многодетные родители и молодожены. Умудренные опытом, супруги готовы поделиться секретами счастливой семейной жизни. Своё представление о крепком браке есть и у Ильшата с Гузельёй, несмотря на то, что поженились они всего месяц назад. Семья – это, прежде всего, опытные отношения между мужем и женой. Это главное уважение, главное – любовь. Главное – любовь к родителям. Дети – немаловажный фактор. Без детей – это неполноценная семья, побольше детишек. Главное – любить друг друга. Руководство района видит достойное будущее и процветание в преемственности поколений, передаче молодёжи бесценного опыта старшего поколения, сохранение национальных и культурных традиций. А главным хранителем этих ценностей выступает семья. Поэтому сегодня хочется выразить восхищение и благодарность супружеским парам, которые прожили вместе не один, не два десятка лет. Их семьи, они стоят на сцене, это пример неиссякаемой любви и верности. Это основа нашего будущего и пример для подражания. Действительно, эти супружеские пары счастливы. Даже спустя несколько десятков лет они сумели сохранить ту взаимную любовь, которая вспыхнула ещё в молодости. Именно за это они сегодня на сцене этого праздника принимают тёплые пожелания, юбилейные медали, памятные подарки и цветы. 2014 год, как сказал Алексей Иванович, отмечен был достойными показателями. Социально-экономическое развитие нашего района, стабильные показатели увеличения рождаемости, факты вступления в брак в более осознанном возрасте. И динамика снижения разводов даёт нам надежду на укрепление семейных ценностей и статуса семьи в обществе. Стратегии 2030, разработанные под руководством президента Рустама Миниханова, одним из трёх основных приоритетов развития республики названо накопление человеческого капитала. Поддержка Института семьи, материнства и детства – неотъемлемая часть социальной политики Республики Татарстан. Более 22,5 тысяч многодетных семей Татарстана получили в собственность земельные участки. За последние годы почти 8 тысяч молодых семей улучшили свои жилищные условия по республиканской программе обеспечения жильём молодых семей. Благодаря государственной поддержке в размере более 18 миллионов рублей за последние три года улучшили свои жилищные условия и 65 семей из Альметьевского района. За 2014 и первую половину текущего года ещё 43 молодые семьи получили государственную поддержку. Асуга Таулина, Илька Махмедянов, Альметьевск ТВ